Как очистить свой пост от недостатков и от упущений? Как очистливить сердца малоимущих и бедняков, чтобы они радовались празднику, подобно тебе? Задумайся над этим преданием. Передается от Ибнамбаса, что он сказал, Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассаляму, предписал раздавать закат аль-фитр, дабы постившиеся очистились от сказанными ими праздных слов и непристойностей, и дабы насытились бедняки. Закат аль-фитр обязательный для каждого мусульманина за себя и за тех, кого он обязан обеспечивать, как жена и дети. Есть у него есть имущество, превышающее нужду в пропитании этого дня для него и его семьи, вне зависимости, владеет ли он несабом какого-то имущества. И обязательный объем на каждого человека – это саа из зерновых или плодов, которыми питаются и насыщаются люди, как финики или рис или чечевица. Передается от Ибнамбаса, что он сказал, посланник Аллаха вменил в обязанность раздавлять закат аль-фитр в виде одного саа фиников или же ячменя. Он вменил это рабу и свободному, мужчине и женщине, малому и старому, из числа мусульман, повелев делать это перед выходом на праздничную молитву. Закат аль-фитр становится обязательным после заката солнца последнего дня Рамадана. И лучше раздавать его перед праздничной молитвой. И нет проблем в том, чтобы раздать его за один или два дня до праздника, то есть с ночи на 28 день Рамадана, так как месяц бывает 29 дней или бывает 30 дней. И не дозволено откладывать его раздачу на после совершения праздничной молитвы, так как тот, кто не раздал его перед молитвой, впал в грех, кроме как если у него есть оправдательная причина, и обязательно ему в таком случае возместить его. Поспеши же с раздачей закат аль-фитра, с радушием и с надеждой на награду Аллаха. Всевышний Аллах сказал.